Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телестудия Карачаганак. С вами Достанция Октаган и сегодня в новостях. Центр обучения английскому языку Туран выпустил своих первых учеников. Тайна проколотых колес или в городе завелся автомобильный маньяк. Лингвистический центр Туран, который начал свою работу в прошлом году, недавно выпустил своих первых учеников. Несмотря на то, что с момента начала обучения прошло всего полгода, уровень знания английского языка у детей возрос значительно. На вручение выпускных дипломов побывала и наша съемочная группа. Английский язык с каждым годом все плотнее внедряется в повседневную жизнь казахстанцев. С введением закона о полязыще в школах некоторые предметы начнут преподаваться с элементами английского. И для того, чтобы детям было легче осваивать новый язык, лингвистический центр Туран, который начал свою работу в прошлом году, ведет курсы с молодыми оксайцами. Это филиал Алламтинского центра. Наши учителя приезжают из города Алматы. Они учителя из Филиппин. Английский язык официальный Филиппин. Они у нас натренированные учителя. И преподают они у нас в 3, 4, 6 школе уже с октября. Что я замечаю, это то, что детям очень нравится ходить, посещать занятия. Они уже, да, некоторые уже прям говорят. Я слышу часто от родителей, что они приходят к нам в офис и говорят, мы замечаем прогресс у нашего ребенка. И ребенку нравится процесс обучения и английский язык сам. И я хочу отметить то, что у нас не просто классы английского языка, у нас предметы идут на английском. То есть математика, география и сознание у нас тоже идет на английском. И благодаря этому у учеников формируется товарный запас, необходимый для таких тестов, как IELTS или TOEFL, например, когда они уже старшеклассники выпускаются из школы. И потом будет легче учиться в университете на английском языке, если они хотят учиться на английском. Стоит отметить, что подход к ведению уроков у учителей из центра довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Подход к детям они выбрали игровой, поэтому на уроке все веселые и подвижные. Но, несмотря на это, плоды, которые приносят обучение, видны невооруженным взглядом. Так как учебный год подошел к концу, то лингвистический центр отправил своих учеников на заслуженные каникулы. Может быть, максимум? Как дело у'everyone сверху? Знать! Пр avatar или пати. Да, теперь humилhu �这个. Для того чтобы так было сколько Leute? Деяг, они спрятаются. Их, наконец, вот гейморременно. Та-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! И это всё всё проходит! Но на этом работа центра не заканчивается. Они планируют устроить летний лагерь, где будут продолжать занятия. А уже 1 сентября распахнут двери для всех желающих. Андрей Просфиров, Достан Сахтаган, Алтымбек Исагалиев. Телестудия. Корочеганок. Вчера в соцсети WhatsApp стремительно разлеталось видео, на котором очевидец снимает двор в 4-м микрорайоне, где стоят машины со спущенными колесами. Порядка 10 автомобилей стояли дисками на асфальте. Это видео взбудоражило массой, и мои коллеги постарались разобраться в этом мистическом происшествии. Видео, которое вы видите, начало набирать популярность примерно в 10 часов утра 1 июня. Тут запечатлен двор 43-го 31-го дома в 4-м микрорайоне. На видео отчетливо видно, как порядка 10 автомобилей стоят со спущенными колесами. На первый взгляд кажется, что кто-то, демонстративно проходя через двор, проколол колеса всем машинам. Моментально видео начало обрастать конспирологическими теориями. Этот поступок начали связывать со случаем боя автомобильных стеклов возле торгового центра «Квант». А любители заговоров говорили о том, что в городе появился автоманьяк, который намеревается испортить максимальное количество машин. Но для того, чтобы не сеять панику и не вносить смуту населения, мы отправились в районный отдел внутренних дел, где взяли комментарии у заместителя начальника Кадыржана Сагын. 1 июня 2017 года в дежурную часть Бурлинского роста поступил вызов о том, что во дворе дома 31, 4-го микрорайона, из припаркованных автомашин были откручены золотники. Золотники оставили рядом, спустили в воздух. По данному факту возбуждено административное производство по статье 434 кодекса об административных правонарушениях, то есть мелких хулиганствах, участковые инспекторы в данное время работают по установлению лица, совершившего данные административные производства правонарушения. Данные правонарушения, скорее всего, связаны с тем, что во дворе дома номер 31 неправильно припарковался автомашиной, что затрудняет движение пешеходам. Также хочу пояснить, что данное правонарушение никак не связано с тем фактом, когда разбились стекла в марте месяце возле торгового дома «Казахстан». По факту разбития стекла из автомашин возбуждено уголовное дело по статье 202 части 1, то есть повреждение чужого имущества. Также проводится доследственная проверка. Таким образом, данные два факта никак не связаны и, скорее всего, сделаны разными людьми. Колеса у машин остались целыми, а владельцы лишь потратили свое время. Ключевая версия произошедшего – своеобразный протест против неправильно паркующихся людей. Виновник у себя действия грозит штраф в размере 10 расчетных показателей, что в переводе на валюту составляет 22 690 тенге. Либо же арест на 10 суток. Правильно ли так наказывать паркующихся, пусть каждый решает для себя сам. Мы же призываем людей реагировать на данные прецеденты не так бурно и не строить конспирологические теории заговора. Хотя, кто знает, может быть, все же это дело рук автоманьяка. Андрей Просеров, Достан Сахтаган, Алтембек и Сагалиев. Телестудия Корчаганок. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет обзор самых интересных новостей страны и мира. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok